В Владимирской области за сутки 191 человек заразился коронавирусом на два больше, чем накануне. Суточный прирост снова на взлете после четырехдневного падения. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 46 тысяч 832. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир. 25 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 27. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 тысяч 18 зараженных. Летальных исходов 7 на 1 меньше, чем накануне. Общее количество скончавшихся от новой заразы теперь 1586. И число выздоровевших уже 4 недели меньше числа заболевших. Сегодня 151 против 191. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 43 тысячи 58. Прокуратура области начала проверку по факту ранения 10-летнего ребенка из пневматического оружия. Инцидент произошел в Коврове в июле. Однако общественность об этом узнала только на этой неделе. По информации пресс-службы Владимирской полиции, вечером 7 июля четверо мальчишек гуляли в гаражах на улице Еловой. Они услышали хлопок, а затем один из ребят почувствовал боль в теле. Выяснилось, что 10-летний мальчик получил ранение из пневматического оружия. 7 июля в МОМВД России Ковровский поступило сообщение из экстренных медицинских служб о факте обращения за медпомощью 10-летнего мальчика. Позже в органы внутренних дел с заявлением обратился отец несовершеннолетнего. Мальчик жив, он находится в больнице, однако пуля до сих пор не извлечена. Ориентировочно медики планируют прооперировать ребенка 19 августа. Спустя месяц после произошедшего стрелок не пойман. Подробности правоохранители не раскрывают. Прокуратура области взяла на контроль это дело. Отделом дознания МОМВД России Ковровский возбуждено уголовное дело по факту получения травмы несовершеннолетним жителям города Коврово. Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту травмирования неизвестным лицом 10-летнего мальчика из пневматического оружия. Ее ход и результаты находятся на контроле прокурора области. Впал в кому после ДТП в Суздальском районе в селе Павловское 70-летнего мужчину на зебре сбило фура. Мужчина сейчас находится в бессознательном состоянии. Водитель грузового автомобиля МАН 1992 года рождения совершил наезд на пешехода 1951 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также различными переломами госпитализирован кома второй степени. Еще одна серьезная авария произошла в Александровском районе. По предварительной информации Владимирской госавтоинспекции, таксист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП пострадали 4 пассажира. Водитель автомобиля Volkswagen Polo 1986 года рождения при прохождении левого поворота допустил съезд в паровый поход в движение транспортного средства, кювет и последующее опрокидывание. В результате ДТП 3 пассажира автомобиля получили телесные повреждения и будут проходить амбулаторное лечение. Четвертый пассажир госпитализирован. Водитель от прохождения медицинского свидетельствования отказался. Пенсионерка получила травмы при падении в ретро-троллейбусе. Пассажирка упала, когда водитель подъезжал к остановке. Рогаты 1992 года выпуска. Его специально восстанавливали и планировали сделать одно из туристических фишек областного центра. ДТП случилось вечером 17 августа у остановки Педагогический институт во Владимире. 62-летняя женщина получила несколько травм. У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. С этими травмами она будет проходить амбулаторное лечение. В микрорайоне Мостострой на озере Половучем утонул молодой человек. 20-летний парень решил искупаться. Трагедия произошла вечером 17 августа. Извлечь тело из воды водолазу удалось только утром 18 числа. Известно, что парень 2001 года рождения купался в необорудованном для этого месте. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются. МЧС в который раз напоминает, купаться можно только на специализированных пляжах и обязательно в трезвом виде. С начала купального сезона на водоемах области уже погибли 32 человека, в том числе шестеро детей. Основными причинами, способствующими гибель людей, является купание в запрещенных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения. Причинами гибели детей во всех случаях является купание в неорганизованных местах без сопровождения взрослых. Закупание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность и штраф от 800 до 4000 рублей. Уважаемые родители, необходимо следить за своими детьми. Запрещается оставлять детей у воды без присмотра. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте правила безопасного поведения на воде. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буки. Будьте осторожны. Вода ошибок не прощает. Полетал на вертолете, увидел одно из чудес России и помог заповеднику. Владимирский активист и волонтер Дмитрий Анохин побывал на Северном Урале в республике Коми. Поехал туда не отдыхать, а работать. Причем бесплатно. Вместе с добровольцами из разных городов России Дмитрий участвовал в экологической смене. Он помогал обустраивать Печорый Лычский заповедник и прилегающие к нему особо охраняемые природные территории. Добровольцы прокладывали экотропу. Это деревянные лаги, железные сваи, которые вбиваются в землю. На них уже кладутся лаги и поверх ступенечки. То есть это такая тропа, можно сказать, в воздухе, которая не задевает почву, не задевает растения и никоим образом не мешает природе. И при этом помогает людям безопасно передвигаться по территории. Отечественный туризм нужно развивать, создавать такие условия, чтобы не было черного туризма. Иногда в день с килограммами груза добровольцам приходилось проходить по 35-40 километров. За две недели смены по труднопроходимой и заболоченной местности. Сражаясь с комарами и мошками, волонтеры проложили 700 метров тропы. Дальше продолжат уже следующие добровольцы. Команда подобралась очень дружно, рассказывает Дмитрий. К особенностям походной жизни привыкли быстро. Спали в палатках, готовили еду на полевой кухне по очереди. Волонтеров обеспечивали продуктами. На территории лагеря была мобильная баня. За время смены участники успели не только потрудиться, но и полюбоваться красотой дикой природы, без цивилизации. Волонтеры увидели не только диких животных, красочные рассветы и белые уральские ночи, но и знаменитое природное чудо России – гигантские каменные столбы выветривания в горной местности Ман-Пупунер. Большие 30-45-метровые каменные идолы, которые находятся на вершине коры, это смотрится очень красиво, необычно, потому что выглядит как будто рукотворное что-то. Каменные столбы – это более твердые такие материалы, которые остались спустя века, столетия путем выветривания. То есть более рыхлые материалы из-за перепадов температур, жара, холод, дожди, ветер – все разводилось, а вот данные материалы остались. Просто так до заповедных мест не доберешься. Добровольцев доставил вертолет, и это было отдельным приключением, вспоминает Дмитрий. Самое главное было не забыть палатки, в которых мы должны ночевать, и лететь оказалось не страшно. То есть многие ребята боялись, все-таки это не самолет, тут и дребезжание побольше. Был момент, когда мы только прилетели туда и пересеклись с ребятами, которые улетали оттуда, волонтеры. Смешанные эмоции, потому что ребята плачут, и непонятно, от счастья или от грусти. И как бы они, ребята, удачи, и все. И мы видим, как там толпа запрыгивает в вертолет, а мы стоим. По словам Дмитрия, две недели пролетели быстро. От работы остались не только красочные фото и новые друзья, но и радость, что помог природе. Впереди у активиста мечты о новых путешествиях. А пока он делится впечатлениями и рассказами с другими эко-волонтерами Владимира, которые еще не были на Северном Урале. Маргарита Махрова, Артем Михайлюта, Шестой канал. 119 деревень региона борются за приз почти в 200 тысяч рублей. Седьмой по счету конкурс названия самой красивой деревни во Владимирской области преодолел экватор. На этот раз члены оргкомитета побывали в трех деревнях Киржачского района, жители которых подали заявки на участие. Местные встретили гостей хлебом и солью. Просим вас отведать клип сходу. Спасибо большое. Спасибо за гостеприимство, за встречу. Среди точек посещения деревня с необычным названием Песьяны. Местные рассказывают, каждый житель участвует не только в бытовой, но и в культурной жизни населенного пункта. Здесь даже есть свои певцы и ансамбли. И будто в подтверждение этого жители спели для членов жюри конкурса. Герою лето жаркое, а в моей душе зима-зима. Так поеду я на тракторе, привезу еду сама. Жители деревни, к слову, собственными силами построили часовню. Есть и планы на будущее по дальнейшему благоустройству населенного пункта. У нас деревня такая маленькая, но она у нас такая уютная. У нас люди гостеприимные, дороги у нас все красивые, дворы тоже все у нас чистенькие. Мы за свою деревню очень сильно переживаем. Как-то если, например, у соседа где-то трава, ты что не скосил траву? Ты нашу деревню портишь. Как-то приучаем уже детей к чистоте. А это уже деревня-дворище Киржачского района. Сегодня здесь ровные газоны и ухоженные домики. Но главная изюминка в том, что в деревне имеется пляж, спортивная площадка, футбольное поле и даже хоккейный клуб. Ребята не ерундой, что называется, занимаются, а спортом. У нас еще также есть хоккейная площадка, футбольная площадка. Это абсолютно все сделано руками местных жителей и дачников, как нас теперь называют. Также мы проводим хоккейные турниры зимой. Реально серьезные хоккейные турниры с призовым фондом, с кубком. Последней точкой посещения стала деревня Мележа. Она входит в состав филипповского сельского поселения. Местные жители – мастера на все руки. Они уже решили, куда потратят в случае победы призовые. Деревне не хватает детской площадки. Жители этой деревни молодцы, что они такие сплоченные. И своими усилиями, своей волей сделать что-то хорошее для своей деревни. Здесь достаточное количество жителей. Они пытаются приукрасить и развивать свою деревню. В этом году обладатель гран-при впервые получит около 200 тысяч рублей. На 50 тысяч больше, чем в 2020-м. Тогда победителем конкурса стал Клязьминский городок в Ковровском районе. На денежный приз там был обустроен красивый сквер с лавочками. Мне очень понравилось сегодня быть в Киржачевском районе. Все населенные пункты, которые мы сегодня видели, очень достойно выглядят. Они выглядят ухоженными. Здесь видна сплоченность людей. Здесь видна единая общая цель, которой стремятся люди, которые проживают в этих населенных пунктах. Конкурсная комиссия продолжит выезды к претендентам на звание самой красивой деревни до конца августа. Кстати, голосовать за понравившиеся населенные пункты могут и все желающие. В ближайшее время будет открыто интернет-голосование. Мы проведем интернет-голосование на сайте нашего конкурса «Самая красивая деревня». Начнется это голосование 20 августа и продолжится до конца августа. У нас достаточно серьезная конкуренция. Мы видим, что населенные пункты уже готовятся загодя к нашему конкурсу. И конкуренция связывается о том, что выбрать в этом году победителей, победителей в группах и обладателя гран-при будет очень непросто. Окончательно же итоги конкурса будут подведены в середине сентября. Тогда и станет понятно, какая деревня в 2021 завоюет титул «Самый красивый». Алексей Домнин, Шестой канал.